Девушки отдыхают Новые передачи, проекты и время выхода новостей в эфир. Что ждет зрителей нашего телеканала в новом сезоне? Сегодня главная тема – День знаний, который отмечается по всей России. В Чебоксарах 1 сентября впервые за много лет открылась новая школа. Это школа номер один по улице Гладкова. Здесь сегодня все номер один. 1 сентября, первый звонок и первый раз в свои двери открывает Чебоксарская школа номер один. Еще в июле строители не были уверены, что успеют к первому звонку. Однако сегодня за партой здесь сели около тысячи учеников. Только первых классов мы насчитали от А до Ж. Соседним школам больше не нужно работать в три смены. Погода сегодня не располагала к учебе, но на окончание каникул никто не пожаловался. Для вас 1 сентября – это праздник? Праздник. А за что вы любите школу? За знания, за веселые занятия. Хорошо, а за что тогда вы школу не любите? День знаний просто не сможет выйти из нас. Потому что дает много домашних заданий. Точно. Если бы вы были министром образования, вы бы отменили домашнюю работу? Я бы отменила. Наверное, да. Но у вас есть время подумать. Любимый предмет у вас какой? Физкультура. То есть вы определились, кем будете? Да. А, да, да, да. Инженером. Инженером физкультура тоже нужна. Родители, у которых школьные годы давно в прошлом время учебы вспоминают с теплотой. Но, как выяснилось, вернуться в ту пору готовы не все. А если бы вам предложили сейчас вот работать или учиться в школе, вы бы что выбрали? Работать. А чем запомнились вам ваши школьные годы? Хорошим настроением и отличными одноклассниками, и очень хорошими учителями. Это друзья нашу жизнь, которые в самой школе учились, на всю жизнь остались моими друзьями. Да и учителя тоже самое. И вообще это первые шаги в жизни. Признайтесь честно, шпаргалки делали, учителям кнопки подкладывали? Да, делали. Но шпаргалки, они же тоже помогали. От ностальгических воспоминаний мы отвлекли их вопросом из школьной программы. Помните, какая столица у Австралии? Нет, не помню. Ой, я уж забыла. Давайте не будем. Помнила, но забыла. Сильный. Почти я бы. Да, сильный урод, нет? Ну, я думаю, что у учеников этой школы точно не будет проблем с географией, в частности, со столицами мира. На входе установлен огромный вращающийся глобус. Признаюсь, я тоже не сразу вспомнила, что за столица Австралии. И сейчас мы ее найдем на карте. Сначала, правда, найти на глобусе, вернее. Сначала надо найти Австралию. Австралия найдена. И вот она, столица Австралии, Канберра. Глобус фойе, верхушка айсберга. Эту школу вообще называют самой большой современной в республике. В этом мы убедились лично. Просторные коридоры, интерактивные классы, спортивный комплекс, как в Чувашском госуниверситете и бассейн. Это не только простая общеобразовательная школа. Это, подчеркну, многофункциональный, универсальный, инновационный центр для обучения и воспитания наших школьников. Уроки и оценки подождут до понедельника. Впереди выходные. Впрочем, тем, кто причастен к строительству и открытию школы, уже сегодня можно поставить отлично. Ольга Пырычкина, Андрей Шоколев, Республика. Еще одна хорошая новость в День знаний. В этом учебном году 20 образовательных организаций получат по 200 тысяч рублей на реализацию своих инновационных проектов. Распоряжение подписал глава республики. Гранты включают в себя работу с ударенными детьми, развитие технического творчества, экологическое образование, раннюю профилизацию и другие направления. В первый раз в школы и вузы республики отправились более 32 тысяч человек. Студентов крупнейших университетов региона с Днем знаний поздравил глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Фотоснимки торжественной линейки в ЧГУ с самого утра разлетаются по всему миру. Латинская Америка, Африка, Европа, за рубежом университет на слуху. Сейчас здесь обучаются студенты более чем о 40 стран. В этом году вуз принимает порядка 4 тысяч первокурсников. По традиции, новой смене вручают символический ключ и студенческий билет. Сегодня в университете обучается более 18 тысяч студентов. Выбирают Чувашский университет не только потому, что мы реализуем современные программы, открываем новые специальности, которые востребованы рынком, но и потому, что Чувашская республика, столица ее, город Чебоксары, которую по праву называют жемчужиной Поволжья, это действительно так. В этом году университет отметил полувековой юбилей. За это время вуз стал инновационной образовательной площадкой. Сейчас здесь куют кадры по более чем 50 специальностям. Мы создали прекрасные условия с нашими работодателями, прекрасные учебные ресурсные центры, где можете вы во время производственной практики научиться работать в новых условиях. Почетные гости праздника. Депутаты Госдумы говорят, что именно нынешнему поколению студентов предстоит строить экономику будущего. Мы делаем все возможное, чтобы наш университет был современный, и чтобы в нем было современное оборудование. И еще сделаем немало. Ну а с вашей стороны нужно обязательно трудиться. Торжественный момент. Почетные гости запускают в небо белых голубей. Два, три! Традиции чтят и в Чувашском педагогическом университете. Каждый год те, для кого первое сентября станет профессиональным праздником, дают клятву студента. Проявлять творческую активность в научном, культурном, спортивном и общественной жизни университета. Клинусь! Вообще профессия педагога пользуется спросом. Новая волна ЧГПУ – более тысячи первокурсников. Я выбрала факультет даршкольного образования, потому что я люблю детей и в дальнейшем хочу с ними заниматься. В будущем я планирую возвратиться в свою родную школу. Ну, конечно же, мы зря время тоже не теряли. В течение всего лета готовились к встрече первокурсников. У нас сегодня нет проблем с общежитиями. У нас прекрасный санаторий. Каждый пятый студент ежегодно имеет возможность пройти лечение и отдых. За годы своей работы университет подготовил более 53 тысяч специалистов. Многих называют гордостью республики. Сегодня на сцене честовали преподавателей вуза. Лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Игорь Зверев. Республика. Торжественная линейка прошла и в кадетском корпусе имени Кочетова. Марьяна Коробова в нетерпении сжимает кулаки в белых перчатках. Сегодня ответственный день. Она впервые идет в школу, в кадетскую. Я готовилась целыми днями, чтобы, главное, поступить в кадетскую, потому что это была моя цель. Можешь промаршировать на плацу? Могу. Девочка уверенно чеканит шаг на плацу, а учиться держать строй она будет вместе с одноклассниками. В пятом классе 30 новичков. Пирог! Равнение на средину! Знать эти команды должен каждый кадет. Линейка в такой школе немного отличается от обычных. Парадные коробки, строевые построения и перестроения. Первый звонок прозвенел здесь в последний раз. В будущем году должен открыться новый кадетский корпус. Думаем уже сейчас о том, какое оборудование мы приобретем, современное оборудование в классах, потому что военно-космический профиль – это для нас тоже новый профиль в образовании. И мы сейчас уже изучаем те учебные программы, которые должны будем внедрить в новом кадетском корпусе. Чтобы все мечты исполнились, нужно вовремя завершить строительство. Работы идут по плану. Сейчас на всех блоках котлованы полностью вырыты. Двух подъездов, двух блоках забиты сваи и выполняются фундаменты. Вырублен лес, кустарники и подготовлена полностью стройплощадка. Ждем решений по системе, по коммуникациям. Сейчас в проект вносят изменения, учитывая особенности грунта. После чего работы будут продолжены. В Чувашской сельскохозяйственной академии в День знаний заработали новые лаборатории. Хлебопечение в сельскохозяйственной академии теперь будут обучать в стенах общежития. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Практические навыки студентов оценят и те, кто обучается в ВУЗе. Хлеб и выпечку планируют реализовывать в столовой академии. А в этой лаборатории студенты будут изучать методы борьбы с вредителями сорных растений. Уникальность этого кабинета в том, что он оборудован по последнему слову техники. И студенты получают возможность ознакомиться с наглядными пособиями, с презентациями, не выходя в поле. И делают это в своем учебном процессе. Выпускники сельскохозяйственной академии пользуются спросом у работодателей. Студенты проходят практику не только на предприятиях республики, но и за рубежом. Министр сельского хозяйства Чуваши отметил, что сейчас ВУЗ способен обеспечить агроотрасль высоко квалифицированными кадрами. В этом году в академию поступило порядка тысячи первокурсников. Подарить праздник знаний всем детям – цель акции «Собери ребенка в школу». Сегодня депутат Государственной Думы России Алена Аршинова и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев навестили юных пациентов центра. А еще шахматы и книжка про космос. Набор настоящего школьника. Я уже не спала, ждала подарки. Думала, когда пожарки прийти. В этом центре лещатся ребята со всей России. Многим операцию сделали сегодня, в том числе и Лене Топтыгину. Один из подарков пришелся как раз к стати. Шахматы. Я не знаю, ты играешь или нет, но... Третья юношеский разряд. Ничего себе, откуда так? И разряд есть уже? Третий юношеский. Уже третий юношеский разряд. Даже находясь в больнице, ребята почувствовали атмосферу особенного для них дня. Родители за них очень переживают и, конечно, расстраиваются из-за того, что их ребенок сегодня в этот день не видит праздника. Поэтому захотелось создать такой небольшой праздник, уделить внимание детям и пожелать им скорейшего выздоровления. Конечно же, во время учебного года не хотелось бы, чтобы дети сильно отставали от учебной программы. Поэтому максимально проводим реабилитационные мероприятия. В школах Шумерля первый школьный звонок прозвенел для трех тысяч учащихся. В школах города в этом году первоклассников стало больше, чем в прошлом. Впервые за последние десятилетия в школе номер три три первых класса. Праздник 1 сентября стал для малышей началом светлого пути по дорогам страны знаний. А на торжественной линейке в гимназии номер восемь вместе с детьми, родителями и педагогами присутствовали сказочные герои. Сюрпризом для всех стал персонаж из мультфильма «Щенячий патруль». Гонщик, который также пожелал ребятам отличной учебы и хорошего настроения. В шумерлинской школе номер три активно реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В торжественной обстановке 12 учащихся получили золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. Тематический урок «Россия, устремленная в будущее» прошел сегодня в школах страны. В День знаний с учениками поговорили о перспективах развития страны, внешней и внутренней политики, государственной безопасности и патриотизме. Один из таких уроков провел и глава Чувашей. В учебном корпусе Чувашского педагогического университета, где проходил открытый урок, собрались будущие педагоги и учащиеся столичной гимназии номер пять. Школьникам и студентам необходимо четко осознавать свое место в современной России, ясно представлять свое будущее. Для того, чтобы мы жили в мире согласия, для того, чтобы была всегда стабильная общественно-политическая ситуация, мы должны любить свою страну, где мы родились. Мы должны любить свою землю, своих родителей. Уважительно должна относиться к преподавателям, к старшим поколениям, ну и даже просто к друзьям. Вот если мы не будем это делать, конечно, мы будем слабее выглядеть. Вот сегодня Россия на мировом уровне поднялась на такой уровень, что с нами, с гражданами Российской Федерации, все страны считаются. Всего по стране урок «Россия, устремленная в будущее» прошел более чем в одной тысяче школ во всех регионах. Участие в уроках приняли более 150 тысяч человек. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Чебоксары присоединятся к этой дате. В этот день в 19 часов в мемориальном комплексе «Победа» состоится акция «Свеча памяти». Будут вспоминать жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В парке «Победы» волонтеры бесплатно раздадут свечи, а затем колонна направится к монументу славы. В сентябре сдадим. Так говорят строители по поводу долгостроя на проспекте 9-й пятилетки в Чебоксарах. Дом строится с 2007 года. За это время сроки сдачи объекта переносились не раз. Узнать, как идут дела на стройплощадке, выехали депутаты Государственной Думы России и Государственного Совета Чувашии. Мнение жителей и строителей выслушала и наша съемочная группа. Там еще не до делок, не до красок, там еще делов. Эти вот еще ладно закрыли, не закрыто было. Наверху еще там крыша не закрыта. Вера Андреевна 7 лет назад купила в этом доме квартиру для внука. Чтобы расплатиться со строителями, оформила ипотеку. Но новоселье пока так и не отметила. Говорят, в сентябре сдадут. А вы сейчас что думаете? А вы думаете, что это не сдадут? Ваше мнение. Мое мнение наверняка не сдадут. Сегодня есть, вчера были. Я здесь каждый день тут прохожу. В 2016 году там вообще ничего не было. Не работали почти. Руководитель субподрядной организации Авак Ханадинян утверждает, что в сентябре жилая часть дома будет сдана. Останется завершить работу во вспомогательных помещениях. Дом достроен, значит, да, благоустройство сейчас его завершено. Я не знаю, в течение недели-полторы завершено. Реклама снимет обременение на этот дом, на эту землю. И тогда, да, те квартиры, которые были свободными, мы начнем его реализовать. Обманутые получат свои квартиры. Там 48 этих обманутых дольщиков. Они получат свои квартиры, как подпишутся нами акты прямой передачи. Сейчас в здании завершают работы по монтажу внутренних систем, отделке мест общего пользования. Восстанавливается система отопления, счетчики учета, а также проверяется работа лифтов. Кроме того, чтобы завершить строительство дома, необходимо присоединить его к сетям тепло- и водоснабжения. 1 сентября у строительной компании закончился срок разрешения на строительство. Нужно признать, что сегодня эти проблемы существуют. Ситуацию из-под контроля нельзя упускать, иначе все быстро можно раскачать. Сегодня буквально 121 объект долевого строительства в республике у нас. Это 76 строительных организаций, застройщиков. Это почти 10 тысяч договоров долевого строительства. На сумму почти 32 миллиарда. Если быть точным, 31,7 миллиарда. И, конечно, контроль правительства, контроль депутатского корпуса здесь нужен. Президент страны подписал закон. Теперь компания, которая участвует в долевом строительстве, должна будет создать страховой фонд, чтобы в случае возникающих проблем дольщики могли получить компенсацию. По мнению законодателей, это поможет снизить напряженность и обезопасить финансовые вложения россиян. Татьяна Молокова, Анастасия Лангина, Арена Гавилян, Республика. Как ремонтируют проезды, ставят качели и тренажеры во дворах. Иными словами, за тем, как выполняется программа формирования комфортной городской среды, наблюдали представители столичной администрации и наша съемочная группа. У Ромы не получается потянуться на этом тренажере. Его поставили недавно, не успел потренироваться. Зато с другими проблем нет. Вместе с новыми тренажерами в дворе по улице Гоголя появились качели. Скоро приступят к ремонту проездов, тротуаров и освещения. Жители домов приняли решение поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. С них инициатива и софинансирование в размере 3%. Ну, 3% это немного, это все там копейка. Соседи согласились, да? Да, жильцы согласились, потому что в дворе детей много. Тем более сейчас молодежь, как говорится, тоже заинтересована. Государство поддерживает, как говорится, рождение детей. Во дворе по улице Хивежская благоустройство начали с ремонта проездов. Здесь к стандартному набору игровых форм и тренажеров добавится хоккейная коробка, места для отдыха. Я вот как, когда в администрации собирали, просила для пожилых людей, чтобы у нас и скамеечки стояли, а то им и посидеть негде. И мамы с детьми тоже так же, сама была мамой. Впрочем, всем угодить непросто. Но мы что хотели, вот приехали тоже с Леонидом Ильичем, узнать еще раз, ваше мнение было услышано при проектировании? Пока, да, но не все. Ну, не до конца возможно, но вы за эти изменения? За, конечно, извините. Вы за освещение, вы за детскую площадку, вы за парковки, правильно? Да, парковка. И за до бордюра. Стоимость какая еще раз? 6 миллионов на 5 домов, да? Это, в принципе, хорошая сумма. Помимо дворов, в рамках программы благоустраивают общественное пространство. Вот так выглядит парк у торгового комплекса «Шупашкар» в проекте. А вот так пока в жизни. Начали с проездов и тротуаров. Авторы проекта обещают скейт-парк и другие необычные для Чебоксар развлечения. И нам радостно. Это же у нас центр нашего Новоюжного микрорайона. Мы очень довольны. И вот это оригинальное, вот мы узнали здесь будет, али учителей, такого вообще еще не было в городе. Здорово, что появился такой федеральный проект. Здорово, что Чебоксары в нем активно участвуют. И город Чебоксары получил значительное средство и реализует этот проект. Подрядчики определены адекватные, имеющие опыт работы на территории города. Мы перед собой ставим задачу контролировать качество выполняемых ими работ. И просим жителей домов, жителей микрорайонов участвовать также в приемке работы и контролировать качество. Но тех, чей двор не попал в программу в этом году, призывают не упустить шанс в следующем. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. В сентябре на национальном телевидении Чуваше стартует новый телевизионный сезон. Новый сезон, новые программы. Уже в сентябре зрители национального телевидения Чуваше увидят в нашем эфире ток-шоу «Мысли вслух». Здравствуйте, вы смотрите программу «Мысли вслух». Это своеобразная дискуссионная площадка, где будем обсуждать самые актуальные темы. Участником этого шоу может стать абсолютно каждый, кто зайдет на сайт ntrkshow.ru, оставит свою заявку и напишет те темы, которые ему было бы интересно обсудить. У нас всегда есть один гость, который является профессионалом в той или иной сфере, но и, собственно, с ним мы можем обсуждать и задавать ему те вопросы, которые, возможно, до этого стеснялись даже задать. Премьерный выпуск ток-шоу «Мысли вслух» можно увидеть уже в следующую субботу, 9 сентября. Не обойдется новый сезон и без популярных реалити-шоу. Второй сезон проекта «Танцы без границ. Скидз». Это детские танцы. Если ваш ребенок танцует, вы думаете, что он хорошо танцует, хотите, чтобы он стал звездой, опять же, заходите на сайт ntrkshow.ru, заполняйте заявку. И 16 сентября в торговом центре Мадагаскар будет кастинг этого проекта, по итогам которого мы отберем 25 человек, за которыми мы будем наблюдать на нашем телеканале вплоть до декабря месяца, когда будут подведены итоги проекта и будет выбран победитель, лучший танцор 2017 года, по мнению НТРК «Чуваши». В конце сентября в эфире вновь появятся полюбившиеся телерадио-шоу «Будильники» и «Ирхи Салам». Зрители ждут новые интересные рубрики, конкурсы и розыгрыши. 2 сентября по всей стране стартует всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Он продлится до 30 сентября. В Чувашии планируется благоустройство Бериндейского и Бауманского лесов, рощи Гузовского и Дубовой рощи. В Заволжье субботник пройдет на озере Изяр. Принять участие в генеральной уборке может каждый неравнодушный. Вся информация на сайте genuborka.ru Завтра на нашем канале в 18.30 смотрите программу «По существу». Гость студии, режиссер, продюсер грузинской кинокомпании «Цискара» «Цискара Пачулия» и продюсер первой национальной кинокомпании «Чувашфильм» Юрий Спиридонов. Речь пойдет о состоянии современного кинематографа в Чувашии и Грузии. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панула, с вами прощаюсь. До встречи и удачных вам выходных.